Корейская косметика. Все мы знаем про ее успех на нашем русскоязычном пространстве именно в качестве ухода. Но что насчет декоративки, подумала я недавно и решила заказать себе практически всю коллекцию. Ну, по крайней мере, то, что мне было интересно от одного из моих самых любимых брендов тинтов для губ. Это, конечно же, Ромэнд. И я так знатненько затарилась их продуктами. Здесь у меня в основном идет бренд Ромэнд, но есть еще парочка продуктов от бренда Клио. Всем привет! Меня зовут Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет очень много новой классной декоративной корейской косметики. Я начала замечать в последнее время, что стали активно приходить бренды. И именно не в плане ухода, как это было популярно последние лет 5-7 у нас на русскоязычном пространстве, но стала популярна именно декоративка из Кореи. И мне кажется, она заслуживает этого внимания. По крайней мере, у меня есть один самый просто любимый продукт для губ. Это бренд Ромэнд. И вот такие вот 4 просто любимейших тента я не могу остановиться. И мне кажется, каждые пару месяцев покупаю себе какой-то новый оттенок. Вот из последних, что я себе купила, номер 22, помела скин. Я уже так скользко показывала, но меня бренд очень-очень увлек. Плюс он, по-моему, появился в золотом яблоке, если я ничего не путаю. Но там буквально вот 1-2 продукта, еще какие-то выборочные моменты. Вообще, у меня было на канале видео сравнительные всякие любимые свотчи продуктов для губ. Я поставлю обзор наверху обязательно посмотрите. Там и Ромэнд. Был бальзам и тенты. Очень много всего классного для губ. Но вот именно текстура Ромэнд мне очень нравится. Что же вас сегодня ждет в этом видео? Во-первых, вот такой вот очень красивый, интересный кушен от этого же бренда. Он просто какой-то нереально увлажняющий должен быть. Очень щадящий, питательный. Ну и сама упаковка очень красивая, мне кажется, просто эстетически. Давно я не пробовала именно текстуру кушенов, поэтому буду очень рада попробовать. Из палеток для глаз нанесем с вами что-нибудь из этих двух вариантов. Здесь у меня четверочка от Ромэнд, тоже очень популярная. От вас получала несколько отзывов в Телеграме, что классная палетка, хоть она такая простая, минимальная, но тем не менее очень интересная, базовая. Поэтому тоже буду рада попробовать. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал и Телеграм-чат. Там у меня постоянное общение с вами. Спрашиваю, что попробовать, что купить. Спрашиваю ваши мнения. Делюсь, конечно же, своим мнением в том числе. Поэтому подписывайтесь. И вот такая вот еще палеточка от Клио, которая меня чуть-чуть расстроила, но об этом чуть позже. Так как здесь матовые текстуры и три вот этих сияшки, это именно глиттеры. Не знаю, буду ли я их наносить себе на глаза. Очень что-то я в этом сильно сомневаюсь, поэтому я решила все-таки себе заказать вот эту вот четверку от Ромэнд. Также от Клио будет очень интересный, красивый двойной хайлайтер в сухом формате. Упаковка тоже нереально красивая. Посмотрите на это просто сияющее стекло. Вот такой вот красивый хайлайтер. Я думаю, на влажный кушен все это нанести и просто буду сиять. Также из продуктов для глаз вот такая вот тушь удлиняющая от бренда Ромэнд. И дальше у нас с вами пойдут продукты уже именно для губ. Во-первых, это карандаш вот такой вот матовый. И остальные три продукта. Это здесь матовая помада, также тинт матовой текстуре и тинт более такой влажной, сияющей текстуре. Просто переключаю вас сейчас на макро и начнем с вами с нанесения, наверное, теней на глаза. Я уже предварительно нанесла базу под тени на глаза и хочу сейчас немножечко посвочить матовые оттенки, посмотреть, к какой палетке я больше склоняюсь. Но я, честно говоря, хочу больше Ромэнд попробовать, потому что здесь хотя бы есть такой вот шиммер интересный, который именно не глиттер, да, который безопасно носить на глаза. Мне кажется, палетка выглядит прикольно. Такой некий, знаете, Том Форд на минималках, но текстура, кстати, очень мягкая. Вообще просто шелковистая. Очень классная пигментация, смотрите. Нет, я, наверное, все-таки хочу вот эту палетку попробовать. И здесь есть такой красивый мерцающий оттенок, не глиттерный. Сделаю свотч. Напоминает мне Coco Mirage от Том Форда, по крайней мере, вот эти вот два матовых оттенка. И в палетке Клио гамма идет такая более холодная, пыльно-розовая какая-то. Наверное, попробуем уже в следующий раз, но давайте сделаем тоже свотч, потому что интересно, какая тут текстура. Это очень похоже, но даже еще более такая полупрозрачная, мне кажется. Ну да, еще более мягкая, как будто у Ромен чуть-чуть по пигментированию тени. Есть еще глиттеры, но я прям очень боюсь что-то такое наносить на глаза, потому что это прям огромное количество таких блестяшек, оформленных в геле. Особенно вот это вот, это прям очень страшненько мне наносить. И здесь нет ни одной сияшки. То есть все вот эти три оттенка, они идут именно в глиттерной формуле. Видите, они такие прям очень шершавые. И эта шершавость, это прям стопроцентный глиттер. Тоже вот здесь вот прям маленькая такая блестка внизу, я ее даже на камере вижу. Короче, не знаю, прям вообще очень я расстроилась, когда пришла мне эта палетка на Wildberries. И я не догадалась ее открыть, я просто ее выкупила как бы. И домой пришла уже, и такая, ну классно, спасибо, я очень люблю глиттеры. Обязательно буду ими пользоваться. И эта палетка, она, конечно, мне обошлась в какие-то супер-мега деньги. Здесь всего лишь 6 грамм продукта на всю палетку. То есть по 0,6 грамм в рефиле на 10. То есть 6 грамм за палетку, минус 3 рефила, которые вообще я не могу учитывать. И цена за грамм получается практически томфордовской. Короче, не знаю пока что, как я к этому отношусь, но скорее как-то негативно, честно говоря. Начну тушевку я с самого светлого оттенка. Посмотрим, даст ли он вообще какой-то пигмент на веках. Или он такой супер светлый, незаметный. Ну, он скорее выступает как такой оттенок, которым можно, например, припудрить базу и поверх наносить что-то более пигментированное. Хотя нет, практически нет. То есть он, да, он супер светлый. Но может выступать как такая стирательная резинка всего предыдущего макияжа. Просто наносите немножко поверх и можно более аккуратно все растушевать. Дальше набираю второй оттенок. Кстати, он такой прям пыльненький в рефиле. Пигментация средняя, ниже средней, я бы сказала. Все-таки корейские тени, они такие прям супер легенькие. Прям корейский-корейский макияж я сегодня не очень хочу делать. Я вообще не уверена, что он мне пойдет по расстановке глаз, скажем так. То есть у меня максимально не азиатская форма глаз. Поэтому мне, возможно, такой не очень пойдет. Но если вам интересно, я бы, может быть, разобрала в какой-нибудь туториале более подробно корейский макияж. Просто мне кажется, как будто бы, если я его на себе покажу, то смысла в этом ультрамало. В общем, не знаю, напишите, что вы об этом думаете. Очень мягкий оттенок по текстуре сравним с каким-то классным скульптором. Максимально полупрозрачным, который очень легко тушуется. Наслаивается. Не прям как-то дико темно. То есть вот максимальная пигментация, которую вы можете получить, она такая не супер темная. Это, наверное, самое пигментированное, что может получиться этим оттенком. Он смотрится чуть, мне кажется, светлее на глазах, чем в рефиле. Ну да, наверное, на буквально четверть тона. Но зато тушуется очень легко. Мне кажется, тени просто максимально юзер-френдли. И такими можно краситься, наверное, просто с маленькой лампочкой в темноте. И в любом случае получится очень изящно. Темно не получится, но получится красиво. Также сразу набираю этот оттенок на маленькую кисточку и переношу на нижнее веко. Ну давайте пробовать последний коричневый оттенок. Возьму кисточку еще поменьше, такой прям бычоночек сконцентрированный. Набираю коричневый оттенок и посмотрим, как он ляжет поверх уже существующих матовых теней. Очень, знаете, тени такие, я вот пыталась подобрать слово. Мне почему-то в голову лезет слово акварельное. Но акварельное как будто бы звучит плохо. Типа что они какие-то полупрозрачные, слишком, да, и плохо наслаиваются. И смотрятся странно, ненасыщенно. Здесь, мне кажется, другая история. Просто сами по себе тени, они очень мягко перепрыгивают на кожу и тушуются практически за вас. То есть они такие очень податливые при своей пигментации. Не самые низкие однозначно. Они хорошо прям перепрыгивают на веки. И ими можно легко работать. Видите, хорошо приклеивается поверх ветлого-коричневого вообще нет никаких проблем. И вот это тот темный-коричневый, с которым можно просто наносить и не бояться переборщить. Смотрится он прям супер так натуральненько. И его же наношу на нижнее веко. Ну и давайте наносить сияющий оттенок. Хочу все-таки попробовать нанести кисточкой. Беру свою любимую Sony Soft Shader. Переносится в принципе неплохо. Но текстура такая сама по себе суховатая. Давайте попробуем. Если что, я переключусь, пожалуй, на палец. Потому что есть у меня небольшое подозрение, что это может не сработать. Ну, нормально переносится. Но хочется прям растереть по веку более плавненько за счет теплоты кожи. Потому что получается прям совсем-совсем полупрозрачный. Еще и начинает лететь под глаза. Я прям очень не хочу зону под глазами лишний раз протирать. Для меня это прям мега боль. Вот так вот набирается хорошо. И переношу такими прихлопывающими движениями на все подвижное веко. Хочется прям какой-нибудь фиксатор добавить или что-нибудь в этом роде. Вообще красивый оттенок. Но мне чуть-чуть не хватает такой вот влажности, наверное. Давайте я попробую, может быть, нанести мокрым способом. Добавила фиксатора немножко и прям прибиваю поверх уже влажную текстуру. Ну вот, так поинтереснее смотрится. Вообще, мне кажется, его надо наносить поверх какого-нибудь более такого тонкого, сияющего оттенка. Но вообще вот так вот мне нравится, как смотрится такое влажненькое веко получается. Немного добавила вот такой вот коричневый карандаш на ресничную линию. В основном сбоку вот здесь вот и коричневым оттенком из палетки. Я его сверху подтушую немножко. Макияж у меня, конечно, сегодня просто типично не корейский. Но делаем его корейской косметикой. Ну что, с палеткой разобрались. Давайте поедем дальше. Теперь у меня вот такая вот тушь, тоже от Romand. Называется она Han All Fix Mascara. На покупку этой туши я вдохновилась после обзора Ксюши Кимми Гримм. Она тоже снимала такой массовый обзор на Romand. И у нее была тушь, по-моему, объемная. У меня идет L01 Long Black. И, по-моему, эта тушь именно на удлинение. Ксюша в том видео говорила, что та тушь какая-то мега стойкая. И она ее там смывала просто 10 разными способами. Я уже немножко боюсь и волнуюсь. Ну ладно, давайте пробовать. По крайней мере, стойкие туши это всегда классно. Здесь очень интересная такая вот маленькая щеточка, которая мне супер сильно напоминает щетку термо-туши от бренда Sensai, которую я раньше очень любила и постоянно перепокупала их и для себя, и в работу. Потому что это была одна из самых вообще стойких, в принципе, тушей на земле. Щеточку уже чувствую, что очень удобная. Такая прям маленькая, тоненькая. При этом она не силиконовая, а именно вот обычная, да, щетка с такими более жесткими ворсинками. Стараюсь прям хорошенько прокрасить корень и уже чувствую, что ресницы прям круто удлиняются. Но вообще, мне кажется, корейский макияж, он такой особенный и не всегда какой-то прям яркий, пигментированный. Поэтому я пока что вообще не знаю, что от этой туши ожидать, кроме, да, стойкости. Они уже начинают немного фиксироваться, и мне тяжеловато как бы прям поверх прокрасить. Поэтому я, наверное, остановлюсь на этом глазу и сделаю с другой стороны тогда. Еще когда набираешь тюбики, немножко странное ощущение, как будто бы там внутри ничего нет. То есть я как будто бы даже не зацепляю тушь. Но при этом переходит вроде нормально. И еще я вижу такие как будто бы мелкие кусочки микрофибр. Наношу на нижние ресницы. Кстати, очень удобно то, что щетка маленькая, и на нижние прям вообще... То, что необычное, я заметила. Я пока красила верхние ресницы, мне почему-то было сложно как-то их именно загнуть наверх. То есть обычно у меня очень хороший завиток, а тут они как-то не завиваются наверх, а немножко так вперед стремятся. Не знаю, в чем нюанс. Может быть, щетка просто такая форма у нее. Но обычно у меня получается намного более завитые ресницы. Тут они такие более прямые, что ли. Это странно, это необычно. Потому что от большинства таких стандартных, типа там белорусских туши, у меня вообще другой получается эффект. Ну и, наконец-то, самое интересное для меня это кушен. Называется он Bare Water Cushion. Я, к сожалению, его взяла в ноль втором оттенке Pure, потому что ноль первого, когда я заказывала, его нигде не было в наличии. И я очень надеюсь, что он мне подойдет по цвету и не будет каким-то сильно темным. Здесь идет такой вот стандартный симпатичный спонжик с острым кончиком, как это, в общем-то, и во всех кушенах. И также идет фольга. Давайте вскроем. Так, ну, непонятно. Знаете, по этой губке нельзя делать выводы об оттенке, потому что всегда бывает по-разному. Может смотреться темнее на этой губке, чем потом на коже. Поэтому я пока не буду сильно расстраиваться. Начну с вот такого количества. И давайте наносить. Так, забыла зеркало оторвать. Оттенок вроде бы мне подходит хорошо. Фух. Я прям очень переживала, потому что 01 Porcelain оттенка не было буквально нигде. На тот момент я просто обыскала весь интернет русскоязычный. Боже, как это красиво. Не зря Ксюша говорила о таком прям шикарном покрытии. Как-то даже нейтрализует красноту. И покрытие реально как водичка, но ощущается таким довольно устойчивым. То есть оно не разъезжается. Обычно, когда ты берешь какой-то сильно жидкий тон, он может как-то подтекать или что-то в этом роде. Я всегда Ксюша наношу вот такими вот похлопывающими движениями. Некоторые их как бы вот так вот растирают. Мне не очень нравится такой способ нанесения, потому что недостаточно прям хорошо в кожу впечатывается текстура. Мне нравится именно похлопывающими движениями наносить. Ну, это роскошно. Слушайте, оттенок очень хороший. И мне кажется, он вроде светлый, но я думаю, что он очень многим подойдет, потому что он какой-то такой на полупрозрачных каких-то вайбах. И мне кажется, он круто вообще подстроится. Давайте теперь нанесем на зону носа. Вот здесь вот у меня поры. И в последнее время что-то как-то бывает, что некоторые текстуры мне подчеркивают их. Смотрим, как этот водянистый кушен справится с моими порами, которые очень маленькие. Но бывает всякое, знаете ли. Очень удобная губка. Я просто обожаю вот эти вот острые носики. Всегда засовываю вот так вот три пальца и немножко третьим пальцем нажимаю вперед там, где мне нужно в более острые такие места попасть. Ну, вроде все хорошо пока что. Я не знаю, я прям боюсь накаркать. Но выглядит очень красиво. Причем у меня сейчас кожа, она так немножечко приходит в зимний режим и чувствует себя намного хуже, чем это было летом. Подсыхает, даже может себя как-то странно вести. Но вот даже видите, у меня вот здесь вот красная болячка. Это из-за того, что постоянно течет нос, и я вытираю. У меня там уже кожа просто такая очень чувствительная. Поэтому может на таких участках не очень хорошо сидеть тон. Очень я рада, что оттенок мне подошел. Хорошо, что не был 0,1, я решила скупить 0,2. Видите, он чуть-чуть такой персиковатый. То есть именно поэтому мне кажется, что он хорошо подойдет. Большинству светлых людей, но, по крайней мере, он хорошо подстраивается. То есть, допустим, вот я его растушевала, и практически я не вижу особо никакой разницы по цвету. Так что я думаю, что он будет хорошо подстраиваться. Я тут нанесла кушен в виде консилера, маленькой кисточкой. У меня немножко запал микрофон, я уже потом в конце поняла. Поэтому сейчас добавлю вам подсъем. Но я чуть-чуть добавила на зону под глазами этого кушена в качестве консилера. И мне кажется, он очень прилично так перекрыл. При этом хорошо сидит. И пока что, знаете, даже не скатывается ни в какие морщинки. И вообще само покрытие выглядит прям очень как-то роскошно. В общем, кожа, знаете, выглядит как просто практически после какого-то салонного ухода. Такая напитанная, ровная, без каких-либо покраснений. Короче, пока что от кушена я в восторге. И дальше, так как у меня нет особо румян, но у меня очень много чего для губ. Я подумала о том, чтобы, может быть, какой-то оттенок, ну, не карандаш, наверное, да, а что-то из этого нанести в качестве румян. Вот даже не знаю. Может быть, попробовать вот этот вот матовый тинк немножечко перенести. Хотя кушен очень влажный. Я вот не знаю, как это поверх ляжет. Может немножко, наверное, испортить, так скажем, текстуру. Поэтому, может быть, взять более влажноватый финиш или вот этот вот нейтрально-матовый. Давайте, наверное, попробуем все-таки влажный финиш. Это Dewy Full Water Tint в оттенке Custard Mauve. Я его немножечко наберу вот так вот на руку и, наверное, буду наносить какой-нибудь кисточкой. Возьму, наверное, вот такую вот плотненькую кисть и немножечко этого тинта распределю на руку. И нанесу в качестве румян. О, кстати, симпатично смотрится. И то, что финиш именно влажный у этого тинта, он не скрадет нам с вами влажное покрытие. Надеюсь, что не продырявит кушен. Но так как тинты вообще, в принципе, мне кажется, хорошая текстура, чтобы носить и на губы, и на щеки, тоже хороший вариант потестить. Ну, получается прям мега фреш, мега аккуратное покрытие. Далее мне хочется хайлайтер нанести именно на влажное покрытие. Мне кажется, это будет очень красиво смотреться. Вот такой вот хайлайтер от Clio. Это у меня 01 оттенок Cream Fizz. Там еще, по-моему, есть 02, такой более розоватый. Но я решила взять более нейтральный. Очень странная текстура тактильная, особенно у второго рефила. Очень яркие хайлайтеры. Я даже не знаю, какой я хочу нанести. Давайте на разные половинки лица нанесем оба цвета, почему бы и нет. Возьму для этого вот такую вот плоскую веерную кисть и одной стороной сначала наберу левый рефил. Вот этот вот более такой розовато-холодный. Как будто бы не сильно переносится. Но давайте я сейчас не буду сразу торопиться. Очень красивое свечение. Он такой прям, даже на влажный тон ложится довольно аккуратно, а не как-то супер вырвиглазно. Вау, очень красиво. Попробую немножко наслоить побольше. Вот, вот теперь уже он прям ярко сияет. Вау, ну вот это прям, знаете, очень красиво. Текстуру кожи, конечно, подчеркивает. Но в сочетании с кушным и с румянами, мне кажется, это просто какая-то идеальная кожа практически. И теперь на другой стороне хайлайтер наношу. Он такой более кремовый, ванильный. Не сильно холодный. Но тоже очень красивый. Вау. У него такая более интересная текстура. Он как будто суховатый поначалу с такими отдельными блесточками. Но на влажном тоне раскрывается прям нереально сияющим. Какой из них ярче? Я не понимаю. Мне кажется, вот этот немножко поярче, побольше подчеркивает текстуру. Этот как будто чуть меньше подчеркивает и встраивается в текстуру кожи. Но вообще они прям очень близки. Поэтому я бы их, может быть, даже и подсмешивала. В принципе, не вижу прям какой-то мега огромной разницы между них. Еще я все думаю, хочу ли я припудрить этот кушин, потому что он такой красивый по финишу. Но в центре лица мне всегда хочется чуть-чуть более матовый финиш. Поэтому я все-таки возьму с вашего позволения пудру от Pastel. Кстати, что характерно, мне кажется, вот в бренде Romand, где такая красивая декоративка, по-моему, у них нет пудры. По крайней мере, на нашем рынке я не нашла. Возможно, у них в коллекции она есть. Но как-то вот у нас она не особо почему-то популярна и не продается. Тинтов очень много, палеток, всяких других штук. Сухих продуктов для лица не так много. Я находила, по-моему, только румяна, кажется. Кстати, если вам что-то еще интересное из корейской декоративки, в том числе из Romand, пожалуйста, напишите ниже. Я хочу продолжить, наверное, тестировать корейскую косметику, потому что это прям очень все выглядит красиво и интересно. Так, немножечко припудриваю зону под глазами. Т-зону, зону пор, также зону лба между бровей. И прям вот так вот центр лба где-то процентов 50. Кстати, что еще характерно, в Корее нету бронзеров. То есть я даже не знаю, есть ли мне смысл сейчас наносить какой-то сторонний бронзер. Потому что это как будто бы не их тема, да. И мне хочется прям портить макияж чем-то таким не корейским. Мне кажется, то он уселся в целом. То есть я ощущаю, что он еще такой влажноватый. Но мне кажется, он не будет как-то сильно прям отпечатываться. Печатываться, поэтому я, наверное, пока что так оставлю. На губы я, наверное, хочу попробовать все текстуры. Начну с таких менее тинтующих. И закончу, скорее всего, вот этим вот тинтом, который наносила на щеки. Давайте начнем с карандашика. Называется он Lip Matte Pencil в оттенке 04 Fig Breeze. Интересность в том, что карандаши в Корее, они вот такие, видите, очень круглые, скругленные с туповатым кончиком. И с другой стороны есть маленькая кисточка, что предполагает, что вы должны контур прям очень хорошо растушевать. Поэтому я пойду по корейскому принципу. Я нанесу карандаш на краешек губ. Из-за того, что он круглый, то не получается нанести как бы супер острым способом. Ну, цвет такой очень теплый, светлый. Я думала, будет как-то немножко другой. Ну, ладно, давайте потушуем. Ну, наверное, я не фанат такого вида губ. Потому что я вроде растушевала по верхнему контуру. Но мне как-то не очень нравится этот оттенок на себе. Хотя если нанести какой-нибудь блеск поверх, может быть, будет и красиво. Ну, вот такой вот эффект на губах. Пока что не понимаю, как я к нему отношусь. Вроде бы, кстати, симпатично. Не могу абстрагироваться от своей любимой техники, как я обычно ношу продукты. И получается, что в этом случае не совсем моя стилистика. Но, с другой стороны, я же пользуюсь корейскими продуктами. Давайте, может быть, во-первых, нанесем вот этот вот тинт в оттенке Custard Moff. И будет поинтересней. Вообще, они обычно наносят сначала матовую какую-то текстуру на губы. И потом все это дублируют сияющий. Но больше на центр губ, как бы. Ну, кстати, с такой техникой мне нравится, как это выглядит. Необычно для меня. Именно поэтому вот этот карандаш, он должен быть прям суперсветлым. Чтобы, когда вы выходили за край, это не смотрелось как такое суперувеличение объема. Напишите потом, что думаете о таких губах. Мне, в принципе, нравится. Непривычно. Но, мне кажется, красиво. Интересно, не будет ли сильно вот эта вот история в каемочке, да, она как бы выходить за края губ. Также мне было очень интересно попробовать матовую помаду. В оттенке 22. По-моему, она тоже называется как-то. Moff что-то там. Тоже такая пыльно-розовая помада. Она идет в матовой такой пыльной текстуре. То есть, как будто бы как суфле. И мне кажется, ее тоже надо наносить таким больше растушевочным способом. Ммм, цвет какой классный. Мне хочется взять кисточку из этого карандаша. Что-то она какая-то, знаете, подозрительно удобная оказалась. И подтушевать помаду. Что-то я как-то сверху, наверное, переборщила. Не могу понять. Ну, вот такие вот очень юные губы получаются. В принципе, прикольно смотрится. Опять же, если растушевать контур. Такому корейскому способу. И немножко поверх еще раз тоненьким слоем пройтись. Просто я каждый раз, мне кажется, переборщиваю с этим обведением верхней губы. Кисточка, кстати, подозрительно удобная. По крайней мере, для вот этой корейской техники. Ну, очень миленько. Красивый цвет. Он такой немножко неоновый, как будто бы, но... Даже не знаю, мне хочется чуть-чуть побольше вишни. Я люблю вот эти вот вишневые секси-оттенки. И последняя текстура тоже очень популярная в бренде. Называется она Blur Fudge Tint. И у нее вот такая вот матовая упаковка. В сравнении с Dewy Full Water Tint. Она такая, видите, более сияющая. Это матовая, именно как матовая помада. В таком вот софт-тач покрытии очень приятном. И если мы берем Juicy Lasting Tint, то тут тоже покрытие получается такое вот глянцевое. Поэтому по упаковке можно сразу же понять, какой будет финиш у продукта. Мне кажется, это очень прикольно. Оттенок у меня 0,6 Mowish. И он такой прям, видите, очень... Очень Mowish, короче, очень пыльно-розовый. Давайте попробуем и эту текстуру. Вообще, я пробовала красный оттенок. У Ксюши у нее есть такой вот ярко-красный оттенок. Какая текстура интересная. Ощущается, как такой приятный мусс. Очень классно распределяется. Кстати, не такой уж он и темный. Я думала, что он вообще будет сильно прямо розовый. Даже скорее фиолетовый какой-нибудь. И у него очень шелковистая, странная матовая текстура. Знаете, как такое суфле какое-то или пудра минеральная. Немножко хочу выйти за контур. Кстати, удобный такой острый кончик. Это, знаете, матовая помада для тех, кому не нравится эффект именно фиксации на губах. Потому что здесь такая текстура очень мягкая. А если добавить любимого контура коричневого, который, кстати, не очень поверх скользит, так он прям не цепляется, потому что текстура очень скользкая. Немножко добавила контура, так мне тоже очень нравится. Оттенок такой очень милый. И они похожи все вот эти вот оттенки, и вот этот, и вот этот. Но мне всегда хочется больше такой полупрозрачности, наверное, вишневости на губах. Я сейчас посмотрю. Может быть, переделаю губы на вариант, который мне больше понравился. Но в целом я думаю, что макияж мой готов. И давайте уже переходить к обсуждению продуктов. Что же, вот такой получился макияж. Макияж я немножечко добавила все-таки бронзера от Воеводины. В ноль втором оттенке мне все-таки не хватает какой-то, да, скульптуры легкой или тени, бронзирующей по краям лица. Кстати, очень классно нанесся бронзер именно поверх кушина. Он буквально вот сгладился как-то по текстуре. Очень красиво получилось. И я еще поменяла губы все-таки на сочетание вот этого вот матового карандаша и тинта финиша Dewy Full Water Tint в оттенке Custard Mauve 13. Ну и давайте обсуждать продукты, макияж, который у меня сегодня получился. Такой он очень нехарактерный, как мне кажется, для моего канала. Очень сдержанный, легкий, похож на корейскую эстетику. Но тут сразу стоит сказать, что все-таки глаза я крашу совершенно по-другому. Не так, как это делают кореянки. Никогда не пробовала краситься по их технике. Сразу скажу, потому что я даже не знаю, как это будет выглядеть на моей посадке глаз. Мне кажется, может смотреться странновато. Поэтому я решила для первого раза все-таки сделать классическую расстановку. И, по крайней мере, глаза мне нравятся, как выглядят. Давайте начну, наверное, с того, что мне больше всего понравилось. То, что, скорее, даже, наверное, больше всего удивило. Это, конечно же, кушин от бренда Romant. Это Bare Water Cushion. Очень красивое покрытие. Просто, наверное, один из самых красивых кушин, что я пробовала за всю свою жизнь. Мой самый любимый, который, наверное, сейчас не особо доступен. Это бренд Moonshot. Я даже не помню название этого кушина, потому что я покупала 4 разные версии. И я вставлю картинку, там такое космическое оформление. Это просто был лучший кушин по финишу из тех, что я пробовала. И вот этот, он тоже очень-очень классный. Тот был намного более кроющий, такой прям наравне с BB-кремом, даже, наверное, более плотненький. Этот же, в отличие от него, больше, знаете, напоминает какой-то очень тонкий флюид на водяной основе, который при этом не ползет с лица. Очень красиво смотрится, как-то устойчиво сидит и просто буквально свесится изнутри. И я сейчас именно не могу оторваться от визы своей кожи, особенно вот здесь, где у него более-менее такой ровный рельеф. Здесь мне чуть-чуть проступает розоцей и купероз. Но вот на этой стороне мне очень нравится, как выглядит кожа. Она просто вот буквально идеальная. Покрытие у этого кушина такое довольно легкое. По крайней мере, мне так пока что показалось. Я его не старалась как-то плотно нанести. Надо будет еще потестить. Но я думаю, что с ним можно сделать именно среднее покрытие. Но тогда он будет прям очень смотреться сияющим. Он немножечко, знаете, подуселся. То есть вот сейчас я его здесь не припудривала. Я чувствую, что прям кожа такая очень увлажненная, но не липкая по финишу. То есть он немножко все-таки усаживается на коже. Реально кожа сегодня просто фантастическая. Вместе с этим хайлайтером, который мне тоже очень понравился. Вообще вот этот дизайн классный, такой прям светящийся, сияющий. Хайлайтер от бренда Клио, двусторонний. Я не знаю, какая сторона мне больше нравится. Вот это вот или вот это по хайлайтеру. Не могу выбрать. Наверное, все-таки вот это мне чуть-чуть больше нравится. Я люблю на себе именно холодные хайлайтеры. Эта сторона чуть-чуть такая более холодноватая по оттенку. Даже чуть-чуть розоватая. Ну, в сравнении с вот этим. Это такой более золотистый. Но в целом разница супер маленькая. Мне кажется, они прям максимально друг на друга похожи. Вот эта вот розовая сторона, мне кажется, она такая более, наверное, гладенькая. И вот эта вот более ярковатая, что ли. Ну, чуть текстуру побольше подчеркивает. Но в целом оба оттенка очень красивые. Тоже мне очень понравилась палетка. Работать с ней было действительно приятно. Здесь максимально такие легкие матовые текстуры, которые очень легкие в работе, податливые. В принципе, неплохо наслаиваются. Но, опять же, от вот этого коричневого оттенка, не знаю, наверное, вряд ли получится прям какое-то супер затемнение получить. Может быть, если его наносить в первую очередь, да, и идти от темного к светлому, тогда получится чуть поярче макияж сделать. Сами тени очень шелковистые, тушуются вообще прекрасно. Спаркл здесь такой, знаете, очень-очень прям скромненький, спокойненький для простых базовых макияжей. Вполне себе неплохо смотрится. Но, знаете, получить от него прям какое-то мега суперсияние вряд ли получится. То есть, это такой вот классический, наверное, шиммера сатин без каких-либо прям отдельно ярких сияющих частичек. Хотя он сам по себе состоит именно скорее из отдельных частичек, нежели является таким вот именно шиммером с плотной гладью. Нет, скорее здесь какая-то такая отдельная история. То, что любят корейцы, такое вот именно мелкое какое-то сверкание отдельных частичек. Также мне очень понравился вот этот вот тинт. У меня были на него большие надежды. Он у меня сейчас как раз поверх матового карандаша оттенок Astard Mauve. Я надеюсь, что я смогу этот тинт хорошо потестировать. У меня есть уже из этой коллекции тинт в оттенке Tulio, но он намного такой более яркий. И мне кажется, я на прямом эфире каком-то недавнем сравнивала оттенки. Давайте я вам немножко покажу. Это вот новый 13-й оттенок. И у меня в коллекции есть 06-й. Он такой поярче, посочнее, понасыщеннее. И он прям плотненько так губы забивает. То есть, сразу дает яркий оттенок. Ну и тинтуют они практически мгновенно. То есть, видите, я тут буквально 10 секунд, и уже пятно остается на коже. Здесь такая же история. Juicy Lasting Tint тоже, они тинтуют неплохо кожу. Вот эти вот круглые по формуле. Наверное, пока что я скажу, что ни один из продуктов для губ не сдвинул с моего пьедестала любви именно вот эту версию. Мне кажется, она самая-самая классная, самая комфортная. И по финишу мне больше всего нравится, как выглядит на губах. Но я буду еще более внимательно тестировать вот эту вот формулу. Она, мне кажется, тоже очень классной. Но все-таки самая популярная формула – это Juicy Lasting Tint. И здесь не зря, я просто на 100% согласна. В этой формуле у бренда около 30 оттенков. Она самая популярная и действительно очень круто лежит на губах. Очень интересные обе матовые текстуры. Оттенки очень похожи друг на друга. Я, конечно, себе прямо заказала 100-500 одинаковых пыльно-розовых оттенков. Но хотела именно потестить формулу. Обе текстуры мне понравились. Мне кажется, они похожи даже с чем-то друг на друга. Просто одна текстура именно идет в помаде, в пуле. И другая в таком кремово-муссовом тинте. Но на губах ощущается очень похоже. Вот эта вот текстура Blur Fudge Tint. Она очень такая скользкая, силиконистая, при этом максимально мягкая. Не ощущается на губах. В общем, такая вот очень классная текстура. Мне кажется, в красном оттенке вот классно смотрелся у Ксюши. Я брала у нее тогда попробовать оттенок. Прям красный цвет именно в такой матовой текстуре, вельветовой, смотрится очень как-то привлекательно. Вот этот смотрится чуть так более повседневно. И при этом, мне кажется, это хорошая альтернатива именно жидкой матовой помаде. Потому что я их не очень люблю. Все-таки они мне сушат губы. Здесь же текстура, которая не въедается в пигмент губ, не въедается в текстуру. То есть она как бы лежит немножко на поверхности, но делает это достаточно стойко. Поэтому она не подсушивает. То есть она просто вот так вот по поверхности лежит и дает легкий оттенок. Далее карандаш для губ был такой вот матовый с круглым наконечником. В принципе, я вот как раз-таки нанесла его сейчас на все губы, продублировала вот этим вот тинтом в влажной текстуре. Не могу понять, нравится ли мне такой вид губ или нет. Я плюс еще очень много раз стирала. И у меня немножко вокруг губ я прям вижу такое розоватое пятно. Я пыталась его замазать, потому что много тинтов. И ты начинаешь это стирать. И, конечно же, оно разъезжается. Поэтому тут я еще обязательно потестю. Но вот это вот сочетание на самом деле смотрится интересно. Это что-то такое новое и необычное. Я часто вижу в корейских обзорах на ютубе, что блогеры именно таким способом наносят на губы, выходят как бы за контур, потушевывают вот этой вот маленькой кисточкой и поверх наносят тинт. И получается ощущение, как будто бы у вас губы чуть шире смотрятся, но при этом за счет влаги они сияют. То есть вы как будто бы имитируете такой образ влажных пухлых губ. В принципе, идея прикольная. Но мне кажется, тут надо очень аккуратно быть с формой, во-первых. И, во-вторых, не всем типам губ это подойдет. Мне кажется, у кого очень прям тоненькие губы, наверное, это будет не супер-классная идея. Есть смысл поднимать границу только вот по верхней и по нижней части, чтобы такой немножко эффект бантика получить. Поэтому прикольное сочетание. Но, наверное, я все-таки больше приверженец европейско-американского макияжа. Это когда такой коричневый контур в центр немножко этого же тинта, пожалуйста, любого из этих оттенков. И получается такой интересный объем именно за счет тени, а не за счет того, что вы растушевали более светлый оттенок за каемку губ. Ну и последний продукт – это тушь. Тут пока что я не буду ничего говорить, пока не попробую их именно на стойкость в течение дня. Вообще, если это действительно термо-тушь, то она дает такой не очень прям супер какой-то мега-объем, немножко удлиняет. То, что мне не особо понравилось, либо как-то, может быть, не знаю, на моей реснице эта тушь не очень легла, она не сильно мне подкручивала ресницы, то есть они у меня намного более вот так вот подкрученными смотрятся, а сейчас они у меня как будто просто вот так вот вперед, немножко наверх. Мне не особо нравится, как это смотрится, то есть мне хочется именно вот такие вот ресницы загнутые, чтобы это было прям как у куклы, такие вот, знаете, пучковые ресницы. Тогда мне больше нравится. Сейчас же, я думаю, от этой туши будет крутой именно стойкий эффект, но то, как она на ресницах выглядит, наверное, не совсем идеально, то, что я бы хотела увидеть. Ну что, вечерний чек-ин корейской косметики. Наверное, то, что прям долго сейчас ходила вокруг да около зеркало, обсматривала, обдумывала, это именно кушен. Мне в целом нравится, как выглядит моя кожа, но на разных зонах по-разному, и мне хочется еще раз определенно, да даже не раз воспользоваться этим кушеном, все потестить, потому что первоначально финиш у него прям очень красивый, мне прям очень нравится, как он смотрелся на коже, и вот сейчас мне нравится, как он смотрится в районе лба. Чуть сложнее могу комментировать вот эту зону, но мне почему-то кажется, что у меня сейчас есть определенная реакция на новый препарат, новый крем для кожи, я его как раз по утрам использую, и у меня первоначальная реакция такая чуть-чуть увеличение красноты, и есть ощущение, что он вот здесь вот именно в Т-зоне и на подбородке, то есть вот в этой центральной части чуть-чуть тон так немножко отслоился от кожи, но ощущение, что это именно не из-за тона, потому что вот здесь вот у меня вообще все прекрасно держится, и по бокам тоже, а именно из-за такой вот немножко чувствительной кожи в данный момент, из-за нового препарата, потому что в периферии все как бы очень красиво выглядит, и хайлайтер, и румяна, ну вот именно в этих зонах. По этому покушану сразу скажу, что первые впечатления именно в плане финиша, очень красивый финиш, но по стойкости я еще буду обязательно тестировать, поэтому пока что не бегите покупать, скупать, надо обязательно дотестить продукт и уже дать свое финальное мнение, потому что в целом мне нравится, как выглядит кожа, прям она такая, знаете, здорового вида, сияет изнутри, но именно в плане стойкости на Т-зоне мне бы хотелось еще потестить по-разному, по-всякому, и, может быть, с разными пудрами попробовать, с другим консилером, возможно, не с кушным, да, в виде консилера с каким-то еще другим третьим продуктом. Следующее — это тени и тушь. Тут вообще все прекрасно, без изменений, все отлично продержалось. Единственное, наверное, может быть, тени не прям настолько сильно сверкают. Чуть-чуть они, так, может быть, потускнели по уровню сияния, но в целом, знаете, все равно так достаточно заметно, но никаких отсыпаний, ничего такого нет, тушь тоже все прям на месте стоит, хайлайтер сияет тоже вполне ярко. Короче, макияж смотрится прям так свежо, аккуратненько, за исключением Т-зоны. Ну, с этим вопросом, как я уже сказала, будут повторные тестинги, вот, но в целом макияжа мне довольна, поэтому буду продолжать средства тестировать, и чуть позже вам дам уже подробный апдейт. Ну что, вот такой вот обзор корейской косметики у меня получился. Конечно же, если вам такой формат понравился, и вы хотите, чтобы я еще что-то попробовала, обязательно пишите ниже в комментариях об этом. Также пишите свои фавориты корейской косметики, возможно, какие-то продукты, на которые вам давно было интересно посмотреть обзоры, потому что я определенно точно хочу продолжить исследовать, да, вот этот рынок корейской декоративки, потому что мне кажется это чем-то новым, чем-то свежим, интересным. Плюс я вижу, что сейчас бренды массово начинают приходить в наши маркетплейсы и разные всякие торговые сети, поэтому я думаю, что это довольно перспективное направление. В общем, буду очень рада почитать ваши комментарии. Ну и, конечно же, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте оценить его лайком, также подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока!